Для всех нас очень важно, чтобы общая боль, общее страдание переросло в общее дело. Общее дело связано прежде всего с безопасностью наших граждан, детей, стариков, всех систем, которые работают в стране. Здесь поступают разные предложения. Вася Жириновский предлагает начинать это с признанием преступной деятельности Ельцина и Горбачева. Хочу вам всем напомнить, что состоялся общенародный суд над Горбачевым, когда все, без исключения общественных движений и организаций, их было около 200, признали его преступником, потому что он нарушил главные условия существования страны. А он вместе с Ельциным перечеркнул всенародное референдум за сохранение союзного государства. Был и политический суд здесь непосредственно в Думе, связанный с деятельностью Ельцина. Мы создали тогда по нашей инициативе комиссию, ее возглавлял Виктор Иванович Илюхин, и он делал основной доклад. Целый год шли расследования. В Думе хранится 20 с лишним томов, в которых описаны все без исключения преступления Ельцина и его клики. Все, начиная с Беловежья. Там есть фотодокументы, есть свидетельческие показания. Здесь опросили всех, кто тогда участвовал, и вынесли на общее голосование. Восемь лидеров тех групп, которые выступали, все без исключения признали его деятельность преступной. Но когда стали голосовать, господин Жириновский первый ушел в тени, заявил, наша фракция голосовать не будет от его фракции. Проголосовали за признание преступности Ельцина только один человек. Сегодня могу раскрыть секрет. Проголосовал Гусев, который подошел, отдал свои четыре бюллетени и сказал, я боюсь, что со мной расправятся, вот опустите их за меня. Вот так завершилось тогда судебное расследование. Не хватило 16 голосов для того, чтобы на государственном уровне в Думе признать эту деятельность абсолютно преступной и дальше запустить механизм отрешения от власти и расследования по линии государственных институтов всей этой деятельности. Поэтому инициатива господина Жириновского носит абсолютно конъюнктурный и нечестный характер. Мы предлагаем другой путь, добиться полной безопасности. Прежде всего, надо расследовать все, что произошло по инициативе Государственной Думы. Я считаю, что необходимо создать комиссию, которая бы изучила вопрос безопасности, прежде всего, против пожарной безопасности. Хочу вам напомнить, за последние годы таких жутких случаев было около 20. В Хромой Лошади в 2009 году в этом клубе сгорело 156 человек, около сотни было раненых. Тогда мы изучали и исследовали. Там было нарушено все мыслимое и немыслимое. Тогда Пермскому правительству хватило мужества подать в отставку. Но после Хромой Лошади не сделали необходимых выводов. В тот же год совершилась жуткая техногенная катастрофа на Саяно-Шушинской газ. По нашей инициативе впервые была создана специальная комиссия для расследования. В эту комиссию вошли Рыжков Николай Иванович, премьер-министр советской страны, и Мыслюков Юрий Дмитриевич, председатель Госплану. Он здесь возглавлял у нас комитет. Два лучших специалиста подготовили доклад на 100 страниц. Я из этого доклада выжал справку и положил на стол ее президенту Путину. Подробно разъясняя, что ситуация там не просто жутко катастрофическая, она может повториться на других станциях. Кстати, президент дал срочное поручение. Срочные начались ремонты, но меня больше всего в той истории поразило, что на главном энергетическом объекте были разрушены все ремонтные службы. Инженерная служба вообще была парализована. Главным стал коммерческий директор и бухгалтер. И главные получатели денег были жулики, которые никогда не занимались управлением энергообъектом. А в Росгидро в руководстве не оказалось ни одного человека, кто или строил, или эксплуатировал такого уровня объекта. Мы тогда спаслись от большей катастрофы мужеством трех рабочих, которые поднялись в неимоверных условиях и закрыли верхний бьев для того, чтобы не смыло ниже город, в котором жило почти 15 тысяч человек. Это была бы вообще жуткая авария. Казалось, все расследовали, положили на стол, приняли меры. А дальше опять тишина. Повторяется адмирал в Казани. 19 человек погибает. Неприспособленные помещения. Все те же беды, которые вы увидели в Кемерово. Я вчера внимательно просмотрел все ваши передачи. Придент побывал там с обеспокоенностью, задавал вопросы. Почему, почему, почему. Первая и главная причина всех этих мерзостей. Это алчность и нажива. У нас нет более-менее даже нормального капитализма. А в Кузбассе это феодально-криминальный капитализм, где ничего не работает. Вторая причина – дикой коррупции, когда никто не выполняет свои служебные обязанности. Третья причина – отсутствие профессионализма при решении столь важных вопросов. Все идиоты знают, чтобы построить объект для тех, кто будет туда ходить за продуктами, за покупками, отдыхать. Там есть очень жесткие снипы и правила. Так же, как военный, морской устав, они написаны кровью и авариями. Это всем известно идиотам на всей планете. Всем известно. Ничего похожего и близко не делается. В СССР было 9 крупных строительных монтажных организаций с вертикально интегрированной схемой, которая доходила до каждого района. И ни один самый последний бездарный прораб не мог нарушить эти снипы и нормы. Не мог он этого нарушить. У нас в одном братского строя работало 106 тысяч человек от Урала до Соколина строили. Спецстроя, которое 100 тысяч работало. Байконур строили. Байконур 2 года строили. Никто не проболтался, что это секретный объект, скоро войдет в строй. Только американцы с воздуха увидели это чудо земли, которое было уже создано. И сейчас куда не ткнешься, сплошные нарушения. Их не может не быть, потому что не работает профессионально ни одна служба. Идите, переберите весь состав этого правительства. Там нет ни одного строителя. Ни одного нет. Кто понимает, что такое сложный объект и что такое реальное большое крупное строительство. Всех поразогнали, всех уносекомили, всех распустили. Сами в этом деле нифига не понимают. Смотрю передачу Соловьева. Собрались умные, толковые люди. Но ни одного строителя. Ни одного серьезного обсуждения проблемы, которое бы вскрыло причину и показало, что дальше так делать нельзя. У нас даже в Газпроме, в газовой промышленности, на 55% сгнили все сети и все, что связано с обслуживанием. Устарело все оборудование. Оно будет рваться, будет гореть, будет и так далее. Или мы сделаем из этого полноценные выводы и начнем постепенно, планомерно, жестко, конкретно обеспечивать безопасность своих соотечественников. В Ростове у этого Николая сгорело в прошлом году. Целый квартал сгорел. Можно было тоже сделать выводы. Если вы там посмотрели и расследовали, там все оказалось перекрыто. Там машины не могли подъехать к пожару. И когда смотришь на все это, ведь платим-то жизнями детей. Я послушал их смс-ки и передачи. Это ужасно. Мы обязаны с вами срочно принять меры. А меры предельно очевидны и ясны. Они выписаны и по аварии Сайна-Шушенской, и Хромой Лошади, и Адмиралу. Они прописаны. Но нет тех, кто исполнял их. Сейчас есть возможность у президента сформировать профессиональное правительство. Мы подготовили программу «20 шагов достойной жизни». Она позволяет аккумулировать ресурсы для того, чтобы отремонтировать вовремя объекты. Она позволяет повысить технические решения для того, чтобы поддержать науку и образование. У нас в одной Москве было тысячу институтов технологического производства. Их почти не осталось. Не осталось голов, умов, воли, характера людей, которые могут управлять этими объектами и принимать грамотные решения. И последнее. Я занимался ликвидацией Чернобыльской аварии. Хоронил первых, которые были поражены жутким облучением. Лежал оператор, от которого излучение было такое, что на пороге было опасно стоять. Телевизор не работал. Ему могилу рыли не 2 метра, а, наверное, 5-6. Если сейчас подойти с дозиметром, все равно, наверное, покажет. Легасов, великий ученый-академик, который докладывал он причины этой аварии, записал, я никогда его не забуду слова, главная причина Чернобыльской катастрофы заключается в том, что те, кто эксплуатировал эту станцию, опирались не на Толстого и Достоевского, а стояли на плечах таких же технократов, как они сами. Их нравственно-культурный и профессиональный уровень не соответствовал сложности управляемого объекта. У нас страна один из самых сложных государственно-политических реакторов. Он должен быть приведен в порядок, без ответственности, без борьбы с коррупцией, без борьбы с чинодральством, кумовством, которое парализовало целые регионы. Невозможно обеспечить общенациональную безопасность. Давайте сделаем выводы и в результате безопасности сложим свои усилия. Я уверен, что можно это преодолеть. Но могут это делать только умные, хорошо образованные и подготовленные люди. Спасибо.